Заседание Международного интеллектуального клуба «Диалог» началось с обсуждения организационных вопросов. Председатель клуба Наталья Каюн и ведущий заседания Вадим Чеха приветствовали участников и раздали анкеты для оформления постоянного членства в клубе. Министр культуры и охрана историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали отметила, что одним из результатов работы клуба видит появление новых творческих проектов на стыке образования, науки и культуры. Разработан очень интересный проект «Культурная карта Фазеля Искандера», которая как туристический продукт, ну ее можно реализовать, ее можно интегрировать в существующие туристические маршруты. И вообще мы сегодня вот даже в рамках сохранения историко-культурного наследия мы понимаем, что очень многие объекты и памятники культуры сегодня в Абхазии, у них будет возможность жить, развиваться, реставрировать их. В том случае, когда они в том числе могут стать частью какого-то бизнеса, это может быть туристический, культурный опознаватель или какой-либо, не знаю, развитие культурного досуга или еще что-либо другое. Почетными гостями встречи стали представители Государственной корпорации России по атомной энергии «Росатом». Руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова рассказала о том, каким направлениям уделяет внимание корпорация как социально ориентированный бизнес. Среди реализуемых инициатив, например, организация отдыха для абхазских детей во Всероссийском центре «Орленок», семинары для воспитателей Пицунского детского сада и масштабный детский лагерь в Литфонде. Мы пригласили детей из Гагарского района, их было 60 человек, мы провели с ними игру. По результатам игры у нас выявились чемпионы и непосредственно эти чемпионы награждены у нас поездкой, путевкой. Это 15 детей на сегодняшний момент, путевкой опять-таки в Литфонд на время осенних каникул. Мы для них силами лидеров проекта «Школа Росатома» — это наши педагоги, которые давно и плодотворно с нами работают, являются лучшими педагогами страны. Ими будет проведен для абхазских детей осенний лагерь. На сегодняшний день награждены 15 человек, но сейчас совместно с Департаментом образования Пицунда мы разрабатываем конкурсную документацию. В результате в лагерь поедет 60 абхазских детей. Представитель Росатома в Абхазии Лаврентий Хаджимба рассказал о спортивных проектах, реализуемых в Литфонде, и о сотрудничестве с Абхазским государственным университетом. Наверное, известно, на территории пансионата мы сделали многофункциональные площадки спортивного характера, куда привлекаем всю молодежь безусловно без каких-либо ограничений для занятий спорта, пропаганды здорового образа жизни. И совершенно на бесплатной основе каждый клуб, какие-то детские творчества и объединения могут принимать участие на территории нашего пансионата. Есть, у нас были встречи с государственным университетом в Абхазии, где определялись ряд вопросов по взаимодействию. Именно не только какие-то финансовые, какие-то аспекты, какая-то помощь, но еще выработки методических рекомендаций определенных блоков. В ходе дискуссии между членами клуба обсуждалась возможность реализации совместных проектов Росатома с Государственной филармонией, Федерацией шахматы и Национальной библиотекой республики. Заместитель министра образования и науки Мидея Чингелия выразила благодарность представительству Россотрудничества и Дому Москвы за организацию площадки, где можно обсуждать проблемы и искать пути их решения. Президент торгово-промышленной палаты Тамила Мирсхулава выступила от лица предпринимателей Абхазии. Мне бы очень хотелось подчеркнуть именно участие нашего бизнеса в реализации разных проектов. Слава Богу, что в Абхазии есть в том числе и меценаты. Конечно же, бизнес не всегда может активно принимать участие. Есть среди них и среди членов, в первую очередь, торгово-промышленная палата, которые активно одобряют и принимают все наши предложения, которые направляются в адрес торгово-промышленной палаты. Есть, которые, конечно же, и менее. Но то, что они активны и принимают участие в строительстве нашего государства, это, конечно же, очевидно. Предложения по организации образовательных проектов, общественных объединений и культурных инициатив обсуждали более двух часов. По итогам встречи члены клуба приняли резолюцию, в которой, в частности, признали важность осуществления образовательных и культурных проектов, а также подтвердили необходимость особого внимания к молодежным инициативам. Надежда Боровикова, Сосракуагуха, Абаза-ТВ. Сосракуагуха, Абаза-ТВ.